Диана Удовиченко, плохая девочка, Ленорман. Жила-была в 18 веке во Франции дама по имени Мария Ленорман. С самого рождения она была особенной. Поветуха, приняв на руки кривого ребёночка, который радостно скалил полный комплект зубов, заорала и убежала в ужасе. Родители Марии, конечно, огорчались, что дочка получилась кривобокая и хромая, но больше их беспокоила странная ебанутость девочки. Вот приходят к ним гости, а Мария говорит. «Вижу, тётенька, помрёте скоро, а вам, дяденька, жена изменяет». Наговорит людям всякого дерьма. Те залупятся, уходят, а потом и правда. Одна померла, другой с супруги молодого соседа снял. Ну и все возмущаются. Может, вы вашему милому ребёночку хлебальник заткнёте, а то, блядь, каркает и каркает. Короче, родители от такого позора в шесть лет сдали Марию в приют при монастыре Бенедиктинок. Хули от вас ещё ждать? Я знала, что так будет. Не расстроилась девочка. Досидела в приюте до шестнадцати лет. Потом перебралась в Париж и открыла салон гадания. Приходят к ней Мария Антуанетта и ей кабинцы Марат, Робеспьер и Сен-Жуст. «Вы сначала ручку позолотите», — замечает Ленорман. «Я с клиентов беру вперёд, а то мрут же, как мухи, потом хуй получишь гонорар». Позолотили ей ручку, спрашивают. «Какое будущее нас ждёт? Небось, великое?» «Что же мне, Беном Ньютона?» — фыркает гадалка. «Тебе, тебе и тебе бошки отхуячат». И ткнула во всех, кроме Марата. Тот с облегчением выдыхает, а Ленорман добавляет. «Тебя зарежут». «Да иди ты нахуй с такими пророчествами!» Обиделись клиенты и ушли. Потом, когда им по очереди головы стали рубить, как капусту, вспомнили Ленорман. «Да поздно». Но после того случая гадалку прозвали «Чёрной Марией». Мол, спрашивать у неё будущее — к беде. «Дебилы, блядь!» — вздохнула Ленорман. «Если целыми днями жрать пирожные и плясать на балах, когда народ голодает, как-то неудивительно, что башку снесут в итоге. А якобинцам и вообще гадать больше не буду. Они все как один мудаки». И стала гадать только бабам. В 1795 году пришли к ней две подружки — Терезия Тальена и Жозефина де Багарне. Ленорман поглядела на них, поглядела и говорит. «Вижу, обе вы, бляди, трахаетесь с одним и тем же мужиком, нынешним правителем Франции Барасом, но будущее у вас охуительное. Ты, Терезия, будешь княгиней, а ты, Жозефина, императрицей. — Пиздишь, как дышишь, тетенька, — ржут прекрасные дамы. — Какие нахуй княгини и императрицы, когда у нас уже республика? Зря только бабло на тебя потратили. Лучше б новые сумочки Шанель купили. — Да похуй, если не верите, — отвечает гадалка. — Только когда сбудется, я за следующее предсказание тройную цену возьму. — Да, мы ушли. А потом все сбылось. Барасу Жозефина на ста пиздила, он ее спихнул замуж за Бонапарта, а тот сделал карьеру императора. Жозефина была не дура. Прибегает к Ленорман, валит ей бабло тоннами и просит не оставить в дальнейшем, предостеречь от косяков. — Хули тут скажешь, — сообщает гадалка. — Передай императору своему, — есть такая страна Россия. Так вот, пусть туда не ходит, снег башка попадет, совсем мертвый будет. — Да вроде Бонни туда не собирается, — пожимает плечами Жозефина. — Собирается, собирается, — говорит Ленорман. — Но ему русские варвары пизды вломят, и он побежит из России с обмороженной жопой. — В общем, если хочешь нормального будущего, отговори мужа от этой ебучей эскапады. — Жозефина давай Наполеона отговаривать. Тот взбесился и вопит. — Совсем ты в меня не веришь? Нахуй мне такая баба? На почве политических разногласий я тебя больше ебать не буду и вообще разведусь. И в Россию собирается. А тут уже по Парижу слух пошел, что ул-инклюзив в варварской стране включает морозы, снега и пиздюлину в бочину. И Ленорман этот слух всячески поддерживает. Бонапарт вызывает маршала Жанна Бернадотта и говорит. — Заткни хуесосник этой гадалки любой ценой. — Разрешите доложить не могу, я женат, — отвечает маршал. — Тогда утопи ее, — в сердцах решает Наполеон. Бернадотт прикинулся богатым торговцам и пригласил Марию покататься на лодке. Вот плывут они романтично по сене, а маршал и спрашивает. — Скажите, мадам Ленорман, какое будущее меня ждет? — Ты будешь королем Швеции и основателем крутой династии, — говорит Ленорман. Бернадотт малость охуел, но вида не подал и снова спрашивает. — Мадам Ленорман, а вы знаете, как умрете? — Тоже мне загадка, блядь, — фыркает Ленорман. — 23 июня 1843 года меня задушат. Так что не надейся, маршал, хуй ты меня сейчас утопишь. Бернадотт тогда скинул ее с лодки и назад поплыл. А Мария, величественно колыхаясь, вниз по течению, пока ее не вытащили рыбаки. — Говно не тонет, — сказал Наполеон, узнав, что план провалился, и выслал Ленорман из Франции. Гадалка обосновалась в Лондоне. Ее пророчества сбылись. Маршал Бернадотт из-за ряда невероятных событий стал королем Швеции. Там просто все наследники престола померли один за другим. Наполеон развелся с Жозефиной, а потом его уебали в России. Саму же Ленорман задушили подушкой 23 июня 1843 года, как она и предсказывала. Мораль. Не веришь гадалкам, не верь. Твое личное дело, кроме одного случая. Если тебя предупреждают, не ходи в Россию, так и не ходи. И даже если не предупреждают, все равно в Россию не ходи. Сиди на жопе ровно, жри фуагра, трахай Жозефину, интурист ебучий. Целее будешь. Читала Елена Федориф.